привет мы продолжаем играть в героев и насколько в четвертого и насколько я помню прошлый раз нашу девушку жестоко унизили толпа лепреконов компании с феями и во главе сатиров взрослых вот воскрешал к 30 процентов бойцов но как мы видим никто не воскрешен то есть это наверное из-за того что мы просто убежали то есть если бы бой был выигран наверно вы воскресили вот так вот так и что-то осталось этой кучкой теперь ну вот осталась группа сатиров я думаю мы с ними расправимся по позже человека пить армию забрать шахты что у нас тут волки шахты помните мы мимо проходили там деревяшки всякие собирали ресурсы но сами шахты мы не посещали это может сделать только герой так теперь надо бы еще отсюда убраться потому что этот сортир может вернуться и накостылять но давайте сюда вниз а если вниз то на нас лепреконы могут напасть и дать в городок может быть здесь кого-то донаймем мне сомневаюсь конечно что нам этого хватит очень сомневаюсь но хотя бы побегаем с такой долгой как долгой компании это сюда пойдем так это мы что это у нас скваят собирает ресурсы вот еще смотрите группа сатиров я боюсь еще подходить сюда потому что они же движутся могут врезать мы подождем могут замочить просто они могут вот сюда и врезать нам так ли сандр собственно сам главный герой нас укачается развивается так говорят однажды в этом фонтане омыл свои раны варварский бог войны с тех пор всякий кто выпьет его прохладной воды некоторое некоторое время наносит в бою большой урон точнее больший плюс 20 процентов урона некоторое время так что у нас тут то тут наверно ртутная шахта да ого кентавры я вот не знаю сколько они серьезные но мне кажется посерьезнее будет чем сатиры да это снайпер нет вот снайпер да а ближний бой обычный урона понятна а но это шахта нам нужно давайте-ка сохранимся и нападем ну да нет я думаю не такие они уж и сильно по послабее сатиров наверное да хотя урон такой же но еще плюс стреляют конечно же так что припечатаем не дойдут основно почему я не стрельнули да может не могут ждать есть ли смысл ждать подходить есть ли смысл все равно никто не дойдет ну вот и шмальнул а в принципе вообще фигня да слабенько стреляют достреливая только до этих почему-то ну ладно баллиста огонь он так так себе урончик но их всего четыре так у этого морали придет я достаю до того чувачка лисандр достает это кстати довольно неплохо стреляет да сейчас шмальнет наверно подойдет нет ой блин ну что за дела торопился ладно вот доходит ура я думал серьезные ребята косами без потерь отыграли чудовищные силы взрыв сотряс землю когда вы зашли в мастерскую когда вы зашли в мастерскую то увидели нескольких учеников отряхивающихся от сажи за обещание ничего не рассказывать их наставникам об этом происшествии они подарили вам 5 артути и согласились давать еще по 500 золота и 5 дней с артути каждую неделю 5 единиц хорошо бы так а тут это чё такое арбалетчики нанимаетесь их можно не дошли так теперь ты пошли муж цитиров долбанем да возьмем шахту ой щас моралью всех их одарят здесь мы их мало но серьезные да ребята а мой этот рыцарь он не стрелок к сожалению мораль я не знаю есть ли смысл кидать им туда их ну что они постоянно 7 мораль повышают ладно ждем пока до стрелков очередь дойдет так кто здесь самый мясистый подравняем нет этого не добили ну просто здесь 20 и здесь 21 лучник ну давайте уже наступайте здесь даже потери могут быть если сквайров выведу потеряю наверно 100 процентов дойдут ведь потом нефига вот это удар до шутки ребята однако сколько у меня здоровье 110 придах вот лога нету да как посмотреть сколько отняли здоровье у сквайров сняли 10 чатика нет такого интересно было бы знать может быть есть конечно настройка посмотреть надо будет так чё идти или не идти убить я даже не знаю убили троих сквайров да да я думаю выживет мой паренек даже если эти в ломит были но вот зря только наверное его потащил туда просто зря он то конечно выжить выживет но его напинают а сам он не очень он делает да 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 именно с ним сражаться ты идешь сколько у тебя осталось 16 да 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 вот его и пинают все скопом выручай нашего героя эти восемь чё не сделал очень 9 урона 2 3 ну может быть и по это со они от них доходят 36 36 а крестьяне ходят сквайром да достанется нет героя 16 32 ну на и последнем издыхании чат дошка видите всего десять я троих потеряли кошмар чё дипломат делает позволяет герою убедить 30 процентов солдат более сильной армии противника по кино свои отряд за вознаграждение герой не может повлиять на воинов суммарной становится более 120 очков опыта плюс 10 за каждый уровень героя так я вот не знаю настолько же она читерская насколько и в третьей части умение это плюс один к морали и плюс один удачи защита давайте возьмем дипломатию пусть будет так ой син теперь проводится 3 уровня класса полководцев чаще доступны навыки тактика и благородство полководцы повышают мораль своих армии на 2 ну что же это хорошо берем шахту шахта нам до зарезу надо здесь я был вообще нет не не был зелье восстановления мира здоровья до восстанавливает а нет 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 у меня зелье здоровья а это что ману повышает не это заклинание небесная броня рукопашный повышает значение так вот того человечка до привести ладо я саду здесь погуляю так то у нас еще не ходил ты не ходил тебя мы куда ведем ай да давай уже не привыкнуть не могу это шахта наша заброшенная надо кейтлин чтоб взяла его кейтлин чесала черти куда а подождите это же не город к этим это город лисандра до александр у нас на прогулке хоть еще одного героя нанимай так сюда я не пройду пусть или пройду пройду но какими окольными путями да блин как же неудобно того давай чего так здесь главное аккуратнее здесь со всех сторон сатиры эти ребята рюкзачок но я не знаю имеет ли смысл существо убрать кожаные доспехи передать ой а вот это уже чужой да да нейтральная армия уровень 11 священник нейтрально это может значит они не вражеские не будут драться ох я не знаю как здесь это пока все работает вот эти сейчас мне могут навстречу прийти и мой кожаный доспех отобрать на 5 единиц защиту стрелковому ближнем бою так все да все походили отлично чем давайте строить так магистрат нужен хватает ресурсов 10 10 5 5 10 10 5 5 так не хватает значит руды да кристаллы самоцветы руды не хватает 10 штук а где же этот самый рынок неужели здесь рынка нету я смотрю плохо его знает блин так чё казарма тоже да не могу орден паладинов нужен а орден паладинов прессов не хватает все в руду упирается аналогично надо руду собирать короче собирать руду срочно в порядке и вся армия сама это каждый день армия пополняется потихонечку в отличие от других частей это игры ну ладно пускай пополняются я надеюсь 10 лет никакой недели чумы что они все умирают потом ну вот мне кэтлин нужна армия не армия фигня да 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 вроде никто по нам не урезал так надо 10 шахта где-то да тут моя сатиром я ничего не сделаю они меня припечатают а вот это надо забрать а красные гномы ни с кем не вступать в союзы не ведут праведных войн поэтому непонятно зачем им золото но они не устану ковыряются земле кажется эти десятки но мы кое-чем владеет сразитесь с ними за сокровище десятки гномов я вообще не знаю чего не себе писать но давайте проверим 2 3 12 скорость 3 идти будут долго надеюсь ну что товарищ священник будем надеяться на нашего копейщика теперь их природа рвения ой не зная ребята стрелы и стрел посмотрим этого надо вот так сюда вывести они как тролли ходят в анимации надо было потому 15 расстрелять самый жирный и вообще надо как-то поиграть с расстановкой будет копейщик ждет все на героя кстати ломятся а вот еще 16 а чё это я слепой такой что ли это не по 10 а по 16 е-мое все вот чушка тыка ему в брюхо сколько у них два три урона ну поле ну будем надеяться переживем это сквайер помрет на фиг мне кажется если ударит ну ты чё вот блин отвел закрыть нифига не закрыл ну грешит ну сквайер на мясо пошел так копейщика надо будет подлечить я не хочу чтоб он у меня кончился сквайер что сквайер ближе подойди мы отойдем сюда ой все конец к одному не поздоровилась что-то стрелить двоечку да вряд ли я кого-то дострелю ладно покоться им этого чуть-чуть так надо бить самых опасных это понятно ежику даже блин нифига ты отходишь 25 но еще живет если я подойду сюда то бить будут героиню скорее всего но никак не сквайера ой не копейщика но добивать этих надо ой боже ладно но все равно на нее да на нее нападают ой нифига урон то неплохой не лечиться бы надо так кстати кому все таки ей так вот оттягиваем потихонечку ну все до героини до моей добрались бедный оттянул надо вот этого 12 вырубать просто по жесткому и 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 людям они и и и да 腐 и есть одного снимут 26 отойти чтобы стрельнуть подвоечки ударю так огонь тащи копейщик я думаю мы выиграем все таки на все арбалетчиков больше не осталось да эти уже плоховато бьет копейщики пищик копейщик сейчас бы его не мешало подлечить что мы и сделаем подстрахуем так сказать парня ангер они поперся да это тоже ладно выиграли кое-как но вот и воскрес фигню мало очень вот надо 3 40 процентов бойцов чем больше потеряешь чем больше воскресишь логично давай давай скрешку а это это же не шахта да это получается что-то типа этой как хранилище просто гномов а доспехи у этого дяди точно а кэтлин ходить больше не может а это как же камеру здесь тяжело крутить но на вельницу зайти по-любому так ты не берем ресурсики а че такое вот здесь копейщиков ну наверно только герой может да а еще и охрана понятно ой так нет сюда потому что там нас достанут ситирует это верняк а вон там ресурсики так так лисандр у нас качается качается стойчивость к магии это хорошая кстати вещь я ее возьму я честно говоря просто не знаю будут ли маги на нашем пути мне кажется что будут сосуд с удушающим газом интересно так че мы еще здесь не обобрали это вот че такое удар тактики очень тактического мне бы шахты сначала первоначально потом уже остальное здесь вот ресурсов проруба просто и здесь еще кстати герой стоит а это тот самый да блин что я боюсь савасов 11 уровня александр 4 только но он нам напинает даже без армии так вот это вот че это рудня нам она нужна это даже без вопросов руда нам позарез нужна тут руды вообще нигде нет это вот че за флажок да не лук флаг единения повышает скорость передвижения это вот какая-то уточка а он магию устанавливает ладно а это че такое а заклинание а я здесь был нет какая-то прогулка утих нифига грифоны что ли ооо не съедят блин да ну нафиг мне страшно садеби драться я еще не знаю плохо или хорошо что я тут встал так а мы куда идем да камера работой а мы идем вот сюда нам надо ресурсы собирать так этот чувачочек а этот чувачочек куда идет куда мы его направили его кстати можно было тоже бы наверх направить да блин ресурсы собирать а можно просто зажимать ну дурачок чем сказать хе-хе-хе просто зажимать левой кнопкой мыши на карте и двигать а я все маюсь ерундой так давайте сюда пойдем что ли а пошли и тут че такое зомби не пускает меня зомби блин это кто кейтлин может кейтлин пойти присоединиться уже не морочить голову да мне блин кейтлин то зачем выбралась я просто боюсь пока туда наверх идти мало ли что он придумает так что можем построить магистрат это очень хорошо оно стойкое стоит короче бабки нужно до зареза пусть здесь мы можем поставить еще один сторожевой пост мы это сделаем ну вот и с кошельком у нас теперь да проблема их бы вот этих вот ребят кейтлин бы отправить его скорость выше ну 19 по карте тоже 19 19 у них короче скорость но до кейтлин им не добраться да да что это фу что я такое сделал блин не добраться нам до кейтлин ладно будем сидеть в городе да залезь обратно потом наш рыцарь заберет так здесь магистрат стоит сторожевой пост не могу потому что фабрика болисть уже стоит монастырь монастырь монахи казармы паладинов нужен и ну весов не хватает С армией делать что-то, с сапором, святым. Чусом с собой много. А, строил уже, все, понял. Так, провиданс, это город Кейтлин, надо запомнить. Провиданс, город Кейтлин. Город Лиссандера. Кардинант. Метки рубим, это значит город этого чувачка. Второй. Все понятно, последний город Лиссандера. Первый город Кейтлин. Ждем. День закончился. Я надеюсь, здесь времени уйти, не слишком много, знаете, что это такое? Да это тролли эти дурацкие, да? Ой, какая лепрекона. Так, провиданс у нас что-нибудь отстроен. Ну, в смысле, хоть с армией что-нибудь можно будет сделать? Как-то рынка нет, я не понимаю. Может, есть какой-нибудь рыночек? Время камеры. Я просто, может, что-то не знаю. Спайеры. Арбалеты. Что это? Что это? О, это этот. Героев можно нанимать. Да нет, спасибо. Пока хватает. В финансе я смогу построить собор, обучающий третий уровень. А у нас она умеет третий уровень учить. Только второго. Пока не стоит, значит. Но зайти за подкреплением... Так, да погоди. Возможно, стоит. Я еще вот так сейчас сделаю. Навстречу и впущу. Ну, они даже дойти могут. Чудно. Давайте, ребята, присоединяйтесь. Че? Давай. Ничего не понимаю. У них не хватает очков, что ли, по передвижению? Ой, господи. Чтобы присоединиться. Че-то такое, да? И если я сейчас их присо... Да что такое, блин? Идите сюда все ко мне. Ребят, ну я не понимаю вообще нифига. Как их присоединять-то? Ой. Чушь какая-то, я вам скажу, короче. Ничего не понял. Еще однородная шахта. Это че-то город, что ли, такой большой? Маги. Еще не хватало. Не фигня, короче, да, ребята? Вы сами видите, что это полная фигня. Так, я собирался посетить эту фигню, но здесь загораживает дорогу вот этот паренек. Тогда давай говори мне, что ты тоже не можешь присоединиться. Конечно, ты не можешь, да? Ну, в общем говоря, я понял, почему это я такой невнимательный, да, невнимательно читал. Писали вот, копейщики не обладают достаточным запасом движения для перехода. Сейчас попробую еще раз. Во. Видите? То есть придется, это, ждать, чтобы у копейщиков переход откатился. Поэтому пока придется так бегать. Где-то вокруг, рядышком. Я все-таки пойду тогда схожу в мельнице. Считаю, что этот вход у меня, блин, в пустую прошел. Ну ладно, че теперь поделать-то? Я надеюсь, эта компания надо мной сжалится. Ой. Где прикошек? Вот если я сюда пойду, на меня кто-нибудь нападет, да? А это че? А, это вот трактаты, которые защищали сатиры. Ой, зыки какие. Кто это? Орки. Хе-хе. Так. Че мы хотели, Александр? Мы хотели отбить руду в срочном порядке. Поэтому сохраняемся. Эй, да че-то вот как-то меню странно. Тормозит. Когда раскручивается. Атака. Нифига. Ну-ка, блин, куда так быстро бегаете? Псы. Я вот даже не знаю, кого пером мочить-то. 2, 3, 12. 1, 2, 7. Но их больше, да? Ну, это понятно. Но я не долетают круче. Быстрее, в смысле. Шустрее летают гораздо. Так, че? Врезать тебе по голове. Но я тогда сразу подставлюсь под балков и под других фей. Да вы на то и мясо, чтобы подставляться. Давай, вперед. Че я глух. Ну, сейчас его точно раздербанят. Сквайров. Так, подойду сюда поближе. Как-нибудь вот так вот к рыбалечкам, что ли, встать. Все-таки я не могу поиграться с построением. Так, фею уже трогать, я думаю, пока нет смысла. Надо стрелять вот по этим. Давай, добивай. Так, можно добить двоечку, потому что 6 сквайров не убьют никак. Так, 13 феечек. Блин, волк гуляют, да? Через полкарты. Ну, терпимо. Так, волки. Конечно же волки. Блин. Мочи! А ты стой тогда. Если даже не знаю, ну, пускай уже волков прибьем. Волков. Ну, вот так. Хотя потери, конечно, есть. Есть сквайров. Но зато у нас теперь руда. Это ли не чудо? Что, какое-то... Вы вошли в тихую деревушку, где попытались купить у торговца яблоко. Но когда вы узнали, что оно стоит 70 золотых, то отказались платить за него столько денег. Видимо, у кого-то в этом городе есть доступ к мешочку с золотом. Это-то и стало причиной такого поднятия цен. Когда мэр города втайне попросил вас выкрасть эту сумку, вы были рады выполнить такое поручение. Ну да, выкрасть. 500 золота в день. Нам золото не помешает. Чё-то не похоже, да, что рыцарь, блин? Краёт, ворует. Ой, щит. Вы заметили, что как что-то блеснуло в кустах. Подойдя поближе, вы увидели кем-то брошенный щит. Вы стукнули по нему кулаком пару раз. Всё ещё крепок. Теперь он ваш. А этот чё такое? Блин, не могу достать. Ой, шкатулка Пандоры. Да-да-да-да-да. Да, это классная вещь. Чёрт его знает, что там лежит. Так, здесь я не был. В этом закуточке. Здесь вот ртуть, да? А здесь грифоны. 12 штук. Но здесь я ещё на лесопилке не бывал, поэтому пошли. Вечно. А это что? А, крестьяне. А вот крестьяна я не нанимал на этой неделе. Или подождите, ещё неделя не прошла. День пятой, неделя первая. Нет, ещё неделя не прошла. Так, вы куда идёте? Да, вас я отправлял сюда. Это, я так понимаю... Ух ты, окно магов. Это надо глянуть. Вы взираете на волшебные образы, колышущиеся перед окном магов. Подначалу всё видно смутно, как под водой. Но затем картинка обретает чёткость. И вы понимаете, что смотрите на дальние земли. Давайте посмотрим, что тут. Как в третьей части, да? Палатка ключника. Герой запертый, что ли? Э, а где он? Он же тут был. Или меня глючит? Ух ты, а это чё такое? Нифига тут, ребята. А, это разбойники. Серую я ещё возьму. Но дальше меня напинают. Надо, короче, как-то отойти. Немножечко. Всё, конец моим сквайрам. Это я сразу говорю. Отошёл, называется. Так, чё, всё? Орден паладинов. 14 руды. Вся уйдёт как раз, да? Блин, чё делать-то? Мне надо отстраиваться потихонечку. Ой, а где он? Чё-то я проглазил, где он построился-то? А, наверное, вот это, да? Здесь я уже ничего не построил. Пару, где просил? Да где же рынок-то, а? Кто-нибудь, протрите мне глаза, где рынок находится. Ай, не туда. Может, это в этом ордене и есть всё? Нет. Неужели тут рынка нет? Да ну, не может такого быть. А чё? Вот дурак, рак, 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 рак. Надо было здесь смотреть. Так, значит, будем менять, да, потихонечку что-то на руду? Ну, дерево у нас валом. Золото, конечно, у нас не валом. Так, чё нам не хватает? Ну, чё нам надо? Орден паладинов. 14 руды надо, да? Чтобы получить 14 руды. Это сколько надо менять? 1 к 3. То есть... То есть, блин, всё. Ладно, так не пойдёт. Так сделаем. 2 к 3. Да блин, у нас вся сера скушается просто. Ладно, пока так. А ну-ка, ртуть ещё. Ну вот. Ну и сюда у нас, понятное дело, ничего не хватит. А чё такое аббатство? Приставка морали. Ну, мне пока здесь сюда не надо. А кто ещё? А, да эти, не. Копейщики, они уже не пойдут никуда. Ну вот, да. Напали. Минус один собиратель. Хоть посмотреть, кто это. Ну, в принципе, они не такие крутые, да? Маскировка. Ставка скрытности в войне, находящейся на некотором... Далее на карте остаётся невидимым для врагов не старше второго уровня. А он-то какой уровень? Просто узнает, да? Так, а ты кто? Ой-ёй-ёй, медузы. Стрелки, наверное, надовые, да? Да. Бесконечный колчан ещё. Постоянно плит. Серьёзная девушка. Точнее, девушки. Орки не такие серьёзные, да? Хотя тоже стреляют. Ладно, можем удрать? Понятно. Пошли убьёмся тогда. Пройкрышни! Как мы могли. Так. Вот сейчас копейщики будут за мной бегать просто постоянно, да? Я уже даже не знаю, кем быстрее идти-то. Так, а вот эту руду мне тоже бы отбить надо. Но здесь рядом, по-моему... Рядом наш этот... Он это и сделает. Не-не-не-не-не-не. Мне надо девушку. Надо что-то с ней решать. Блин. На стук в дверь отозвался огромный детина, на ходу дожёвывая свой обед. Продолжая жевать, он сказал, только лорд Лисандр достоин прерванной трапезы. Выбирайтесь. Тут же захотел уберь перед вашим носом. Детина, блин. Так, ладно. Это, может быть, наш бы был герой, если бы мы его взяли. Если бы освободили, типа, он бы к нам присоединился. А как зовут? А, не, как не зовут, да? Ладно, пошли навстречу к этим. Хоть сейчас, может быть, смогут присоединиться. Хоть немножко. Ну, давай-давай-давай-давай, братюня. Ты мне нужен. Есть. И ты мне нужен. Ура! У нас кое-что накопилось. Кэтлин у нас бегает, баклуши бьёт. Так, это кто? Это у нас... А, понятно, Сквайр этих. Так, здесь лесопилку надо бы тоже освободить. Но мне важнее руда гораздо, чем лесопилка, да? Сколько у нас руды? Шесть кусочков. Зайдём? Да, да, только герой может. А это что? Ну, это всё для героев. Это всё не для меня. Простого воина. Который отбился от своей армии. Да твою мать-то! Я же зажатый между этими теперь! Беря-я-я-я-я-я-я-я! Бежим отсюда! Так. Блин! Да вроде бы здесь уже всё обшарили, да? Так, Лисандра. Ой, надо сохраниться. Там же Пандора. пусть из как откроем что-нибудь такое никто не знает наверняка что-то нам в ящики панора поэтому открывать его надо с осторожностью нифига себе это приходит хороший ящик так а мы собственно чуть здесь бродим то нам что надо мы еще не были здесь до 10 грифоны по моему здесь же этот бегал бы второй рыцарь вот он да а нам тогда держать курс можно вот сюда вообще нам надо бы расчищать всю эту фигню этому морду набить что ли она иди сюда будем тебе морду бить или ты нам я постараюсь чтобы я им они же будут стрелять подходите не скорее всего не был мой доволен их урон ничтожный ну да смотря по кому мясом ее бьют дэц она ничего себе видели прикрыл баллисту туловищем вот как еще здесь значит можно классно а у них штраф есть за стрельбу вообще нет да то есть если подхожу они наверно могут мне впороть смысле вот чем ближе я подхожу тем сильнее будет их выстрел ай ну ладно я не успею дойти до них потому что зарелки мои грохну нормально так закрывает да сейчас посидим по семерочке наверно попадет нет по баллисте попал умри четырех потерял ладно чистить то надо 10 тем более опыт лежит так теперь ты что-то здесь хотел крестьяне нам пока не нужны крестьяне нам нам нужна вот эта вот вещь я давно и должен был взять вообще по идее мешочек этот золотой вы проходили мимо дорогой кареты которая медленно двигалась по дороге когда вдруг шелковая занавеска открылась и вы увидели женщину в богатых украшениях бедняка ты выглядишь так жалко промолвена 1 промолвила она надменно вот возьми это и займи более достойное положение в обществе богатая дама бросила вам сумку золото и задвинула за навеску кареты за сумочкой 250 золота в день неплохо золотом у нас смотрю пока все налаживается так дюжина фей давайте атакуем ух ты дипломатия а мне некуда вас взять ну-ка если как а и место да да ради бога я надеюсь здесь только мораль у них не меняется с этого какого-то берешь плюс 2 плюс 2 да нет ну ради бога я даже рад пополнению так лишнее место не помешает тем более что отобрали у них часть армии как бы их побольше было сквайром сейчас останется по тем почему-то не могу стрелять сразу давай уже а вы а ты стой пока дойдешь если же бой закончится Че, феечка? Давай! Твой черед! Конечно, удар не очень сильный был, но ладно, сойдет. Главное, что халявное мясо. Ну как халявное, 143 золотых. Не дойдешь. Тяжело наводить иногда. Одного сквайра потеряли. Так, и все, и не доходим, да? Вот джипалинский. Ладно, дорогие зрители, давайте на сегодня закончим эту серию. И продолжим с вами в следующей серии. Спасибо, что со мной сегодня были. Мне было очень приятно. И всем до встречи. Пока!